Всем добрый день! Вы на канале Бюро Планка, и я вам сегодня покажу и расскажу промежуточный результат наших работ на объекте. Заказчики доверяют нам, так как мы реализовываем все проекты так, чтобы они минимально тратили свое время на реализацию данного проекта. Мы в ЖК «Серебряный фонтан», и давайте покажу, что у нас здесь происходит. Поехали! Это уже третья квартира для нашего заказчика, и задача была разработать все. Начали мы с разработки дизайн-проекта и инженерного проектирования. Давайте покажу квартиру. Значит, перегородки у нас возведены из газобетонного блока и затем оштукатурены. В местах, например, проемов и дверей у нас монтирована сетка, то есть таким образом мы армируем самые тонкие участки, чтобы там не появилось никаких трещин. Стилистика у нас современная классика и много арочных деталей в интерьере. Началось все с окон, которые были от застройщика, и много таких деталей повторяются у нас в интерьере. Да, еще по нюансам. Сначала расскажу про штукатурные работы. Когда мы выполняем штукатурку, сверху мы это делаем через демпфер. Демпфер нужен для того, чтобы, когда нагрузка есть сверху на плиту, чтобы у нас штукатурка не лопалась. То есть, ну, выполняем определенные действия, чтобы минимизировать вероятность растрескивания. Давайте расскажу про окна. Окна здесь достаточно сложной формы, арочные. И обратите внимание на то, как выполнены откосы. Вот это стандартная история, как бы практически на каждом объекте вот такая вот у нас пароизоляция. Вот как вам кажется, вот если сюда, например, оштукатурить этот откос? У нас, ну, примерно 70% откоса это просто вот такая вот непонятно таким образом смонтированная тряпочка. То есть, если сюда просто оштукатурить этот откос, то штукатурка отвалится. Поэтому это все безобразие мы снимем, посмотрим пенный шов, при необходимости его заменим, восстановим. И уже дальше отработаем нормальной пароизоляцией. Смонтируем РУС-панель, и таким образом у нас будет теплый откос, и никаких промерзаний, продуваний в этом месте у нас не будет. Но, обратите внимание, здесь сложная форма, арочная. Мы будем вот эту часть делать из гипсокартона и формировать именно арочные откосы. К раме будем подходить 90 градусов. Вот, в общем, будет красота. Санузел в квартире их два. Один с ванной, а второй с душевой. Здесь душевая со скамейкой. Скамейка собрана из профиля. Дальше будет облицовываться керамогранитом. Ну, сначала зашиваться аквапанелью, а потом облицовываться керамогранитом. Здесь у нас располагается узел водоразбора. Распаковка. Кто-то спросит, что это такие за элементы. Вот, это просто защитные колпачки. Делаем, чтобы вот эти барашки к концу ремонта, бывает, что они уже там в достаточно неприглядном виде к концу ремонта, поэтому мы их таким образом просто защищаем. Чтобы по завершению ремонта все было в первозданном виде. Сейчас у нас объект полностью подготовлен под стяжку. То есть, выполнена в зонах примыкания опалубка для того, чтобы можно было спокойно заливаться. И уже после стяжки мы будем продолжать заниматься электроснабжением и кондиционированием и вентиляцией. Также обратите внимание на крепеж по трассам. То есть, здесь мы к шумо-гидроизоляции крепимся без пробоя. То есть, мы клеимся на такой скотч. Это тоже шумоизоляция самоклеющаяся. И таким образом фиксируются все трассы по отоплению и водоснабжению. У нас есть балкон, который будет утепляться. И на нем будет установлена перегородка со стеклопакетами, которая будет отделять спальню от балкона. Балкон у нас граничит со спальней. Соответственно, мы его будем полностью утеплять. Также выполнена здесь опалубка, потому что мы будем его заливать отдельно. Уже после того, как установим здесь ограждающую конструкцию. Соответственно, здесь из нюансов у нас стеклопакет предусмотрен холодный. И нам нужно будет окно обязательно менять. Потому что здесь планируется кабинет. И нужно будет, чтобы здесь не было у нас никаких теплопотерь. Также, ну понятно, что все будем утеплять пеноплексом. Все внешние стены, верх, низ и фасадную стену. И таким образом тоже здесь у нас будет такой теплый кабинет. Обязательно предусмотрим источник отопления. То есть у нас будет теплый пол и розетка под электрический радиатор. Так, по спальне. Здесь особо внимательно могли обратить внимание, что вот одна стенка у нас не заштукатурена. Это сделано намеренно, потому что у нас здесь будет звукоизоляционная прижимная стена. Так как это внешняя стенка, она граничит с соседями. Здесь у нас стык монолита и блока. То есть, во-первых, оттуда может быть какой-то и шум идти дополнительно из соседской квартиры. Плюс в этом месте обычно сочинение материалов, это такие достаточно тонкие места. Ну, то есть, также может быть вероятность появления трещины. Поэтому здесь решили сделать шумоизоляционную прижимную стенку. На объекте мы произвели полный демонтаж. Возвели перегородки из газобетонного блока и оштукатурили все стены. На объектах у нас идеальная геометрия. Далее приступили к этапу водоснабжения и водоотведения и отопления. Мы переварили стояки водоснабжения, чтобы вывести отводы в определенном месте, чтобы водоузел у нас разместился в проектных размерах. Вопрос по переварке мы решали с управляющей компанией. Также заменили канализационный стояк и шумоизолировали его. Сняли всю изоляцию со стояков вентиляции, прошли с герметиком в тех местах, где это необходимо, и также шумоизолировали, чтобы все коммуникации в дальнейшем не беспокоили наших заказчиков. Таким образом, мы собрали два водоузла и один коллектор отопления. Это у нас второй санузел, мастер-санузел. Здесь у нас будет зона гардеробной. Вывели мы уже выводы под стиральную машину, сушильный шкаф и сушильную машину. Обратите внимание тоже, что выводы у нас два. Один, холодная вода и горячая, потому что под современные стиральные машины часто производитель закладывает именно еще вывод горячей воды. Раньше выводили только холодную, сейчас мы еще делаем дополнительно горячую воду. Также у нас здесь стиралка, сушилка, сушильный шкаф, сушильный шкаф Аска. Под него мы будем делать вытяжку, тоже сейчас разрабатываем проект. И в этой зоне такая гардеробная постирочная. Дальше у нас идет непосредственно сам санузел. Здесь располагается унитаз и биде. И там уже у нас будет раковина и ванна. Это второй водоузел. Тут тоже все суперстандартно. Таким образом оформлена у нас ниша. Все в доступе. Отдельный сифон под слив кондиционера. Воронка для слива с фильтров тонкой очистки. То есть несколько сифонов и воздушный, и с гидрозатвором. Чтобы не было никакого запаха. И это у нас коллектор отопления здесь расположен. Тоже с системой защиты от протечек. Ну, уже достаточно стандартное оборудование. Сейчас у нас квартира полностью готова под стяжку. Которую мы сделаем в ближайшее время. Надеюсь, что было полезно и интересно. На сегодня все. Если вам понравился обзор, обязательно ставьте лайк. Колокольчик. Пишите ваши комментарии. Если хотите увидеть еще подобных видео. До новых встреч. Пока.